Центр развития творческого потенциала человека. Так официально нарекли свое детище пространство с названием «Трудом» его создатели. Встать на ноги проекту помог Гранд-фонда развития креативной экономики. Артем Забралин выяснил, какие таланты могут развить педагоги. Целая палитра творческих курсов для всех возрастов и в одном месте теперь доступна новгородцам. В центре «Трудом» можно научиться, например, выражать свои мысли на языке движений. Или попробовать себя в театральном искусстве. Сегодня я был в кафе и какие-то там порции прям для детей. За каждой дверью что-то интересное, направление для творчества столько, что администраторы устают перечислять. В нашем центре есть много разных факультетов, например, вокальный факультет, художественный факультет, танцевальный факультет, театральный факультет. Это еще не считая направлений, которые должны появиться в центре в ближайшее время. Фотография, видео, монтаж, журналистика и диджеинг. Факультетов столько, что можно и запутаться, но ничто не мешает попробовать себя везде. Мы хотим, чтобы у ребят была возможность прийти к нам в центр и пройти некую творческую профориентацию. Чтобы они в течение одного дня попробовали все. И попоют, и попробовать себя в театре, и потанцевать. После этого они уже смогут определиться, что им ближе всего и где они хотят попробовать себя. Помогут в этом и педагоги. Среди наставников есть как и опытные, так и молодые специалисты. Воплотить в жизнь настолько амбициозный в условиях небольшого города проект удалось с помощью грантов 300 тысяч рублей от Фонда креативной экономики и за счет поддержки ПАО «Акрон». И всего за полгода работы центру трудом удалось влюбить в себя множество счастливых будущих талантов. Артем Забралин, Михаил Серов. Новости Новгородское областное телевидение.